Здравствуйте! Мы вчера посетили Ропожскую Думу и встречались с главой Ропожи. К чему же мы пришли и расскажу немножко по датам. Итак, 20 апреля 2023 года наша фракция подала заявку в парламенте о том, что Министерство Варам должно заняться этим вопросом по вопросу строительства мусоросжигающего завода. И уже 17 мая сама Ропожская Дума остановила строительство. Обосновывая это тем, что земля, на которой хотят это строить, не предназначена для этого строительства. Поэтому на данный момент строительство остановлено. Конечно, активность людей, она необходима и в дальнейшем, чтобы не было этого строительства и вдруг планы города не поменялись. Но сухой остаток после нашей вчерашней встречи с главой Ропожского самоуправления заключается в том, что сегодня завод не будут строить. В течение года завод тоже не будут строить. Но опять же, повторюсь, не теряем активность. Мы со своей стороны будем работать. Вам, конечно, нужно принимать активное участие. И тогда я уверена, что все получится. Первое. Начнем с чего, что госпожа Чулукова, она в положении. И, пожалуйста, не делайте никаких злых комментариев в ее адрес. Пускай у девушки родится прекрасный ребенок, у нее все будет хорошо. Говорю совершенно искренне. Это первое. Второе. Смотрите, как работают профессиональные аферисты. Обратите на это внимание. Чтобы вы понимали, мусоросжигательный завод – это чисто борьба населения. Это люди сами по себе объединились в Бедребу и борются за это. Там нету никакой партии. Вначале Суверена Вара очень хорошо помогала. Глория Гривцова, она там с утра до вечера сидит, не вылазит из этой борьбы. И, по-моему, все. Все. Сасканя. Первые, кто сказали, что мы не будем бороться со структурами Счелы, нам это нафиг не упало. Сасканя убежала сразу. Люди Шлессерса приходили на одно заседание, сказали, нет, со Счелы мы бороться не будем. Росликова и его ребят там не было вообще никогда. Ни одной секунды никогда не было. Теперь смотри, эта борьба уже идет второй год. Второй год там нету Леши. Можно, конечно, масло в огонь подлить и сказать, а где вообще хоть когда-нибудь был Леша? Хоть когда-нибудь, хоть одно видео пришлите. Но это не важно. Мусор, сжигательный завод, постройку остановили два года назад. Два года назад. А земля там вообще никакого отношения не имеет. Это землю выкупил Счелы, это его земля, там можно делать все, что угодно, как на его земле. Там проблема из-за высотности трубы. Труба должна быть 80 метров, поскольку на этой территории нельзя так высоко строить. Временно это все остановлено, потому что на местном, на местном. Все, мы его перекрыли, не получится у них ничего. Они это выводят на государственный ранг. И афера следующая будет так, что все самоуправления должны проголосовать, что они не против того, чтобы мусор сжигали на территории их самоуправления. И все эти самоуправления должны сейчас подписать. И если эти самоуправления подпишут, то у них есть основной документ, который перекроет вот эту остановку завода. То есть сейчас строить завод нельзя по одному закону, а появляется второй закон, по которому вроде бы можно. И тогда у них есть шанс, чтобы вы понимали. Госпожа Челкова говорит, в этом году завод построен не будет. Госпожа Челкова, на такие проекты, проектная документация, примерно два года делается, чтобы вы понимали. Полтора-два года. Так что ни в этом, ни в том году он не будет. Дело не в этом. Дело в том, чтобы вы понимали, что есть бедриба. И каждый из вас, я ссылочку приложу, в эту бедрибу может пожертвовать денежки. Вот эта борьба, она стоит денег. Ребята, плакат стоит денег. Каждая визитка, каждое заявление стоит денег. Работа юристов стоит денег. Поэтому, если кто-то действительно против мусоросжигательного завода, госпожа Челкова, если вы против мусоросжигательного завода, просто дайте денег. У вас их дохера. Перекиньте немножечко денег, а выставите чек, что вот, да, я оплатила. Потому что вы там ничего не делали, вы только пиаритесь. Ну и немного маслица в огонь подолью. Теперь я понимаю, потому что я два года в этом. Два года. Не пропустил ни одного мероприятия, наверное, по мусоросжигательному заводу. Ребята, стабилитаты не было там никогда. Но год назад появлялась статья в газетенке о том, что Леша остановил мусоросжигательный завод. И сейчас вот это неумелое выступление госпожи Челковой. Сотрите, не позорьтесь, пожалуйста. 50 тысяч подписей за мусоросжигательный завод. 50 тысяч подписей остановили. Люди, которые 24 на 7 мониторят ситуацию, но порядка 10 тысяч. И вы представляете, вот в глазах во всех этих людей вы сейчас популисты и мошенники. Леша, я тебе говорю. Госпожа Челкова, вы популисты и мошенники. Потому что все знают, что вы там палец о палец. Не стукнули, понимаете? Но теперь все ваши последующие видео, они понятно, как работают. То есть, какие-то люди реально борются за мусоросжигательный завод. Тут приходит Леша, пишет куда-то зачем-то заявление. И потом говорит, государство пробило дно. Наконец-то мы написали заявление. И завод будет остановлен. Это не значит, что надо расслабляться. Это значит, что стабилитаты, Леша, опять спасли мир. Мы побежали дальше. Куда еще надо написать заявление? О, кстати, нету солнца. Солнце погасло. Но мы написали ворам заявление. Дайте нам солнце. Это не значит, что солнце будет сегодня. Но солнце будет. Будет в июне. Партия стабилитата за мир во всем мире. И мы продолжаем борьбу. Леша, где там новое пальто и Мерседес? Поехали, все. Поехали, нам пора. Вот примерно вот так и происходит это. И это ужасно, блядь. Это просто ужасно. И видит Бог, я не какой-то злодей. Я зуб не точу на стабилитаты. Я с удовольствием, Леша, приглашай. Я приду с тобой кофе, выпьем, попьем. Никаких проблем с этим нету. Мне абсолютно по барабану на вас. Ну, какие вы мошенники, ребята. Какие вы жулики. Ну, это просто. На вас уже там печати нигде ставить. Еще раз говорю. Я говорю с уважением. Ну, все мы не без греха, как говорится. Но так как вы мошенничаете, ну, это просто уже все рамки. Все рамки, ребята. Как можно было угробить партию за каких-то три месяца и из рейтингов вот оттуда упасть на уровень говна и продолжать месить это говно? Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Вам кто-то специально заплатил, чтобы уничтожить вашу партию? Что происходит? Всем остальным по традиции хочу сказать, что Латвия по-прежнему, ребят, самая позитивная страна Европейского Союза. Страна позитива и релакса. И живут здесь только добрые и четкие люди. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok